В ближайшие выходные школа села Полневая отметит юбилей. Это прекрасный повод пригласить к нам в студию ее директора Тамару Батину. Тамара Георгиевна расскажет нам об истории школы, ее знаменитых выпускниках и планах о праздновании дня рождения. В эфире программа «Актуальная тема». Тамара Георгиевна, здравствуйте. Ваша школа отмечает солидный юбилей – 110 лет. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Да, действительно, в этом году мы отмечаем такой славный юбилей. 110 лет в нашей школе исполняется. И построена эта школа была в 1914 году. В Полневую приехала семья Плотниковых, которые решили посвятить свою жизнь крестьянским детям. И вот они решили построить новую кирпичную школу. Школа у нас состояла всего из четырех кабинетов. Обучалась четыре класса. Это была начальная школа. Также был кабинет директора, учительская, раздевалка. То есть по площади была она небольшая. Возглавлял эту школу Плотников Петр Николаевич, директор школы, первый директор школы, который построил эту школу. А она потом переехала в то знание, в котором она сегодня существует и продолжает быть? Или же вы его просто расстраивали? Ну не вы, а ваши коллеги? Да. Значит, школа до сих пор находится в этом же здании. Значит, было сделано два пристроя. Первый пристрой был в 1964 году. Второй пристрой в 1972 году. Потому что в 70-е годы в школе обучалось около 800 учащихся. Это было самое большое количество детей, которые обучалось за всю историю Плотниковской школы. А сколько вот тогда, когда только открыли школу, сказали четыре класса? И сколько детей было в четырех классах? Было всего три класса набрали. По 20 человек, потому что больше не могли набрать. Это было очень тяжелое время. Значит, и дети в основном занимались домашним сельскохозяйственным трудом. А сколько сегодня учеников у вас? Сегодня у нас 210 учащихся. Школа у нас средняя. Хотя в этом году мы не набрали 10 класс, но на будущий год мы планируем в обязательном порядке сформировать 10 класс. И он будет, потому что в этом году в 9 классе обучается 24 человека, и они пойдут дальше уже в 10 класс. А любая школа – это не просто дети, это еще и педагоги. Так вот, что за педагогический состав сегодня трудится в стенах Плотниковской школы? Молодые – это специалисты, или же это стажисты-педагоги, или же это такой тандем, который создает вот это образовательное учреждение? Да, у нас на сегодняшний день коллектив состоит из 35 педагогических работников. Это воспитатели детского сада, это учителя, это педагоги дополнительного образования. И, конечно же, есть стажисты, которые делятся своим опытом. Это учителя среднего возраста, и, конечно же, у нас есть и молодые специалисты. На протяжении последних пяти лет я как руководитель активно работала в этом направлении, поэтому на сегодняшний день в Уральском педагогическом университете и в Нижне-Тагильском педагогическом университете у нас обучается 8 выпускников нашей Плодневской школы. И уже вот в этом году к нам придут и молодые специалисты в качестве, это учителя, выпускники нашей школы. На практику приходили? Да, они к нам приходят постоянно на практику, я их принимаю с огромным удовольствием, и, в общем-то, мы их готовим именно для работы в нашей школе. А чем сегодня живет школа? Ну, понятно, что есть предюбилейные мероприятия, а вот так, в повседневности? Ну, конечно, это образовательный процесс, в первую очередь. Мы стремимся к повышению качества образования, но не будет качества образования, если ребенок только занимается урочной деятельностью, поэтому у нас есть дополнительное образование, это кружки, это секции, значит, причем в большом количестве. Вы ведь и клуб заменяете, наверное. Да, ну, клуб у нас есть, в общем-то, работает такая организация, но в основном, конечно, все основные мероприятия проводим мы на базе нашей школы, совместно с клубом, совместно с работниками клуба. Ну, конечно же, дополнительное образование у нас сегодня в таком хорошем уровне, это кружки на базе центра точки роста, это спортивные секции, и плюс наши дети участвуют в конкурсах, олимпиадах, защищают проекты, занимают призовые места, чем мы очень гордимся, и школа живет полной жизнью. Сегодня так случилось, что я была у вас в гостях в образовательном учреждении и видела на доске почета очень много спортсменов. Да, мы активно принимаем участие во всех соревнованиях городских, в областных, значит, наши дети побеждают, берут кубки, поэтому мы отслеживаем наших спортсменов, самых таких вот активных, которые себя проявляют, мы их поощряем, поэтому создали вот такую доску почета, чтобы ребенок видел, что мы видим его достижения, его успехи, и гордимся ими. Два года назад, как вы уже сказали ранее, а у вас открылась точка роста. Это несколько другой уровень материально-технической базы. Что он вам дал? Что дал он педагогам, детям? Это толчок к развитию? Конечно, точка роста для нас это огромное достижение, это новые условия, это та атмосфера, которая на сегодняшний день царит, она, конечно же, наших детей мотивирует, стимулирует к получению качественного образования. Значит, наши дети очень любят такой кружок, как робототехника, конструирование, мотивирование, они занимаются ежедневно, и затем свои результаты уже показывают на уровне города. Так вот, допустим, недавно была у нас образовательная выставка «Шаг в будущее», и там наши дети демонстрировали уже свои достижения. Вот любое образовательное учреждение – это, конечно же, традиции. Какие есть традиции в Плодневской школе? Да, мы, конечно, стремимся к новому, к совершенству, но не забываем, конечно же, про традиции, которые были заложены предыдущими учителями и предыдущими руководителями. Всегда говорю о том, что все-таки мы сумели сохранить то, что было изначально заложено. У нас до сих пор существует пришкольный участок. Мы единственная школа, которая сохранили его, и наши дети с удовольствием трудятся на пришкольном участке. Вот это какой-то мини-огород. Да, это мини-огород, где они выращивают овощи, разбивают цветники, и теплица есть у нас на пришкольном участке. Лучшие ребята, которые ответственно подходят к этому делу, поощряются. Поощряются поездкой в кино, в город Полевской, и поэтому все стремятся работать добросовестно на пришкольном участке. У вас есть какие-то выдающиеся выпускники, те люди, которые, получив первые знания в вашей школе, сегодня добились определенных профессиональных успехов? Да, конечно, такие ребята у нас есть. Выпускники, которые действительно добились больших успехов. Это индивидуальные предприниматели, которые на сегодняшний день руководят солидными фирмами. Также у нас есть ребята, которые окончили школу с золотой медалью. Так у нас за последние четыре года два выпускника золотых медалистов, чем мы очень гордимся, потому что предыдущий золотой медалист у нас был только лишь в 1985 году. Ребята на сегодняшний день получают высшее образование в вузах нашей страны, и причем очень успешно получают это образование. Также я считаю, что те выпускники, которые остались в нашей полдневской школе, они достойно трудятся на благо родного села, на благо наших полдневских детей. И я считаю, что тоже это достижение, что люди получили высшее образование и остались в родном селе. Ну, наверное, не могу вас не спросить о том, что так или иначе сельская школа – это особый колорит, это особая атмосфера, это определенные особые условия с учениками. Вы же там ведь как одна большая семья. Вы знаете наверняка всех детей, каждого родителя, который тоже учился в этой школе. Да, конечно. И знаем всех детей, и все семьи. И, в общем, у нас очень такое тесное общение. То есть, если даже, допустим, учитель идет по улице, то родители подходят и могут спокойно задать любой вопрос. Родительское собрание вообще без проблем, да, наверное, организовать? Да, да. Все-таки сельское наше сообщество, оно отличается от городского. Если, допустим, в городе учитель и родители могут пройти, где-то, может быть, даже не поздороваться, то у нас, наоборот, люди стараются общаться, даже если встречаются на улице. Ну, сейчас вы занимаетесь приятными хлопотами, вы готовитесь к юбилею. Расскажите, где он будет проходить, во сколько, когда, когда можно к вам приезжать? Юбилей у нас состоится 27 апреля в 16 часов в здании школы, в актовом зале. Мы на сегодняшний день уже закончили все подготовительные моменты, то есть, уже сценарий подготовили, гостей всех пригласили, цветы заказали. То есть, мы уже полностью готовы к приему гостей, к приему наших дорогих выпускников. Мы всех выпускников ждем, приглашаем на наш праздник, потому что такие праздники мы проводим теперь только один раз в пять лет, не так часто. И я думаю, что каждый выпускник получит огромное удовольствие от общения со своими одноклассниками и с учителями. Ну, и просто пройдясь по коридору родной школы. Я с вами полностью согласна. Спасибо вам за ваш труд, что вы вкладываете частичку вашей души в образование и будущее подрастающего поколения. Это была программа «Актуальная тема». Смотрите нас еженедельно в эфире телерадиокомпании «Одиннадцатый канал». И оставайтесь в курсе новостей жизни Полевского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин